13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение» в студии Анны Лапшина. Всем здравствуйте. И я приветствую гостя нашей студии Дмитрия Русских, депутата Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов Дмитрий Михайлович. Добрый день. Аня, здравствуйте. И точно такое же приятное здрасте всем слушателям Эхо Москва. Я напоминаю слушателям нашим, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте эхо-кирова.ру. Вопросы уже есть, мы их чуть позже озвучим. Кроме того, там же на сайте по окончании нашей программы появится аудиозапись и видеозапись эфира сегодняшнего особого мнения. Поэтому, если вы вдруг что-то не успеете послушать, вы можете туда зайти и переслушать программу или какой-то ее отдельный фрагмент. Ну и там же появляются распечатки, расшифровки особых мнений. Правда, спустя непродолжительное время, к вечеру или на следующий день. Кто любит читать, пожалуйста, пользуйтесь этой функцией хо-кирова.ру. Ну, Дмитрий Михайлович, у меня к вам вопрос. Вопрос. Давайте решим. Мы с вами начнем с победы со знаком плюс или с победы со знаком минус? Вопрос хороший, конечно. Но, конечно, слово «сама победа» говорит о какой-то определенном положительном эффекте, о таком свойстве победить. То я бы, наверное, начал с положительной победы, а потом ушли бы в отрицательную. Хорошо. Давайте, вопреки обыкновению, начнем с хорошего. Накануне стало известно окончательно и бесповоротно, публично нам объявили о том, что авиакомпания «Победа» наконец-то возвращается в Киров. С 31 октября будут самолеты в Москву, Петербург. В летний сезон, как я понимаю, нам анонсировали Сочи. Цена билетов в среднем составит 3-4 тысячи рублей. Но я так понимаю, что будут и недорогие билеты, к которым кировчане когда-то привыкли. Тысяча рублей, ну вот так, тысяча-полторы до Москвы, если говорить. Ну да, я думаю, что средняя цена будет примерно 2-2,5 тысячи. Новость, безусловно, положительная. Все хорошо. Она просто прекрасная, и мы все очень этого ждали и надеялись, что рано или поздно все-таки «Лакоста Победа» вернется на территорию города Кирова и Кировской области. Вот. А теперь у меня вопрос. Чем мы занимались два года? Зачем мы с Победой попрощались в таком случае? Потому что, судя по вчерашним заявлениям, условия точно такие же, которые были в тот момент, когда Победа уходила. 80% скидка, которая дается Победе на наземное аэропортовое обслуживание. При этом аэропорт наш за полчаса должен будет успевать обслуживать самолеты. Ну так везде, в принципе, работает авиакомпания «Победа». Это как бы нормальное явление. Это очень, на самом деле, удобно и быстро. Ну и каждая минута дорога. Зачем прощались-то с Победой, если через два года возвращаем? Ну, вы знаете, у нас вообще уникальна страна и область уникальна в плане того, что мы любим делать всякие эксперименты. И вот помните, в 2016 году под лозунгом «Наведение элементарного порядка», под элементарный порядок наведение попала и аэропорт Победилова, и в том числе компания «Победа». Так, подождите, ну какие-то должны же быть экономические обоснования. То есть, может быть, у нас бюджет сейчас в более хорошем, скажем так, положении, нежели бы два года назад. Я думаю, что он в более худшем положении. По крайней мере, может быть, он и сегодня не имеет дефицита, а имеет там сбалансированный баланс. Но, тем не менее, я думаю, что сама картинка, я думаю, что точно за эти два года, она в положительную сторону никак не поменялась. Так, в таком случае это что? Это люди дожали вопрос? Вот это постоянное капанье «верните Победу», «верните Победу», «верните Победу». Это саратовские авиалинии, которые ушли, это остальные компании авиационные, которые не хотят в Кирв заходить и которым наш город не интересен? Ну, я думаю, что тут несколько причин, на самом деле. Первая причина заключается в том, что все-таки, как бы, совершена, на мой взгляд, очень большая ошибка. Значит, она была два года назад. Она связана, в первую очередь, наверное, с непрофессионализмом тех людей, которые принимали решения. Во-вторых, наверное, связана с тем, что они никак не умеют считать на калькуляторе и в уме экономические обоснования. Потому что то, что я сегодня читаю, там, заявление министра транспорта Кировской области о том, что мы сейчас выходим из рыночных отношений с заводом «Победилова» «Победы» в социальную направленность, да? Я, честно говоря, не очень понял, в чем это смысл социальной направленности. Я так поняла в том, что аэропорт не будет зарабатывать на присутствии «Победы». Аэропорт вообще зарабатывает, в первую очередь, в большем своем, как бы, объеме, это на пассажиропотоке. Помните, в 2016 году, когда уходила компания «Победа», она сказала, ребята, вы, может, для начала научитесь работать с пассажиропотоком, который мы вам подняли там буквально за полтора года, с 74 тысяч до 200 тысяч, да? То в данном случае вот весь эффект в этом и заключался. Но, насколько мне память не изменяет, у нас же изначально были подписаны договоры с компанией «Победа», когда она заходила в 2014 году, да? Что сначала первые два года она летает за 80% обслуживания, субсидирования. При заключении в 2016 году нового контракта это будет 50%. А, то есть мы потеряли, получается. Подождите, это будет 50% и ровно через год, после того, как пересматривается заново договор, когда компания «Победа» видит, что пассажиропоток большой, что спрос большой, что, в общем-то, они достигли того результата, который изначально проговаривалось на тот момент с правительством области поднять хотя бы до безубыточности, а это пассажиропоток безубыточности, на тот момент был 200 тысяч человек в год, которые пользуются аэропортом «Победилово», они фактически как бы через год после этого готовы были выйти полностью на полное обслуживание и на полностью оплату всех тех затрат, которые им предъявлял бы аэропорт «Победилово». Дмитрий Михайлович, подождите, но вот это все мы знаем только из тех разговоров, которые были, но может быть какая-то у вас инсайдерская информация, да? Нет, 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 посмотрите, мы тогда очень плотно ЗАГС-собранием занимались этим вопросом. Это ведь известно тем, что она, в некотором смысле, выкручивала руки регионам, да, там для себя наиболее выгодных условий добиваясь, как все лоукостеры в мире делают, между прочим. Я думаю, что на тот момент аэропорта «Победилово» и правительству Кировской области больше была нужна «Победа», чем лоукостеру «Победа» был нужен Кировский аэропорт «Победилово». Объясню почему, потому что в данном случае, когда заходила «Победа», пассажиропоток, как для любой коммерческой структуры, в городе Кирове был неинтересен. На тот момент, если мы возьмем графики, которые есть везде в открытых доступах, когда они заходили, у них пассажиропоток был в 2014 году в нашем аэропорту 74 тысячи. Но это совершенно неинтересный формат для любой, особенно такой крупной компании, как лоукостер «Победа», заходить на такой пассажиропоток. То на тот момент, понятно, что была основная цель поставлена выйти на пассажиропоток к 2016 году, даже к 2017 году на 200 тысяч, для того, чтобы за счет пассажиропотока, как нам докладывал Андрей Васильевич Жданов, бывший директор, который нам бы позволил практически полностью убрать финансирование из областного бюджета, аэропорта «Победилово». На такую мы выходили экономическую рентабельность. Что, в принципе, даже по данным финансовой отчетности, которые мы видим тоже в этих таблицах, там это, в принципе, довольно-таки наглядно видно, когда мы с каждым годом в 2014, 2015, 2016 году уменьшали выплаты из областного бюджета, аэропорту «Победилово». Намного уменьшали? Ну, если мне память не изменят, по сравнению с теми годами, когда мы давали там по 190, по 250 миллионов рублей ежегодично, это был 9, 10, 11, 12, 13 год, то, конечно, мы очень значительно сократили в 2014-2015 году, если мне память не изменят, где-то доходили там до 40, до 50 миллионов по году. То есть 4-5 раз. Да, да. На самом деле, министр, видимо, Поршнев не очень понимает, что как раз экономическая составляющая заключается в том, чтобы дешевыми билетами увеличить возможность кировчан летать и пользоваться аэропортом «Победилово», который бы принес большой пассажиропоток, который позволял бы аэропорту зарабатывать не только на обслуживании самолетов, а, как они правильно сказали, на работе с пассажирами. Вот смотрите, вчера, насколько я понимаю, министру Поршневу не задавали этот вопрос, а каковы перспективы дальнейшего сотрудничества с «Победой» не на первый год и скидка 80% на обслуживание, а дальше, то, что вы говорите, да, про возможность сокращения вот этой... А это было изначально договорено по переговорах с «Лакостером Победы», который только начинал еще летать вообще в Российской Федерации и правительством Кировской области на тот момент, который возглавлял Никита Юрьевич Белых. То тогда это было все проговорено. То если мы сегодня возьмем за основу и не откинемся на два года назад, да, то мы сегодня бы имели примерно, вот мы сегодня с Андреем Ждановым обсуждали этот вопрос, да, мы бы сегодня примерно пассажиропоток имели бы примерно 300-350 тысяч, да, при этом мы бы уже на четвертый год работы с компанией «Победа» уже вернее всего, что не субсидировали бы обслуживание аэропорта, потому что это было записано в длительном договоре, который они изначально обсуждали. И при этом, конечно бы, стоимость билетов, которая бы была при 350 тысяч обороте и рейсы, которые бы на сегодняшний момент летали уже, наверное, и в другие города, и не только в Санкт-Петербург и Москва, то, конечно, мы эти два года нас откинули обратно по всем показателям, по пассажиропотоку, вкладывании областных денег в аэропорт «Победило», фактически мы ушли в 2014-2013 год. Мы потеряли очень большой период времени, который перевести на деньги, это будет очень значительное, на самом деле, вливание, то, на самом деле, хотели как лучше, а получилось как всегда. Не знаю, кто хотел лучше, но получилось как всегда. Ситуация, на самом деле, нас откинула очень далеко. При этом я вам хочу сказать, что если господин Поршнев говорит о том, что мы уходим в социальную направленность, приводя победу, то я вам должен точно вам сказать, что в данном случае, как можно сегодня назвать то безобразие, когда сегодня билет в Москву, вот я должен был завтра лететь в командировку. Дмитрий Михайлович, давайте, у нас просто пауза. Хорошо, пауза нам нужна. После этого вернемся. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания области 4-5-го созывов в нашей студии, напоминаю, мы еще немножко про самолеты поговорим, мне кажется, приятная новость, ее, конечно же, надо обсуждать, но два года у нас была пауза, в течение которой областной бюджет и аэропорт победил, теряли возможные доходы, которые, может быть, были бы. Жители области в этот момент вынуждены были летать в Москву по завышенным ценам и ездить в Москву на поездах тоже не всегда по адекватному. Я тебе там даже больше скажу, как бы мы за два года фактически отбили желание кировчан летать самолетами по совершенно безумным ценам, потому что я вчера хотел лететь в командировку, и когда увидел, что компания Руслайн, единственный перевозчик, который сегодня работает в нашем аэропорту, предлагает мне полететь в Москву за 11 тысяч в одну сторону, но если победа это социальное направление, как говорит Поршник, то сегодня такая цена на компанию Руслайн, это что такое? Это грабеж кировчан, что ли? Это какой-то гоп-стоп, потому что таких цен... Ездите поездами, есть бла-блакар, в конце концов, можно сесть незнакомому водителю на мост 16 часов в машине. Мне кажется, что 22 тысячи туда и обратно на одного человека, чтобы долететь до Москвы, это просто такое даже в страшном сне не может происходить. А я помню, Игорь Васильев, когда пришел, он сказал, что мы не можем себе позволить субсидировать деятельность Победы, потому что услугами авиакомпании пользуются очень незначительные числа кировчан. 200 тысяч, которое было в 2016 году. Я объясню еще раз для понимания, что увеличение пассажиропотока дает возможность как можно больше зарабатывать аэропорту, видимо, самому, не привлекая в таком объеме бюджетные средства. Которые можно направить на другие цели. То мы сегодня говорим там точно, что для меня там более было бы понятно, если бы у меня земляки мои летали в большом количестве в любую точку нашей страны и могли себе это позволить за 2-3 тысячи рублей, и при этом мы доплачивали из областного бюджета 20 миллионов рублей, чем сегодня никто не может летать, аэропорт пустой, и пассажиропоток упал только за первое полугодие на 24%, и при этом мы тратим сотни миллионов рублей на содержание аэропорта Победилово. Ну не сотни, поменьше. Ну около ста. Сегодня дыра фактически сегодня в аэропорте Победилово худо-бедно составляет от 120 до 150 миллионов рублей. Просто сегодня нет этой прямой информации, но расходы аэропорта всегда одинаковы, независимо от количества летающих там людей. То мне кажется, что любой бюджет, который служит для населения, должен работать в первую очередь для населения. Если 20 миллионов решит проблему 300 тысяч, которые могут передвигаться, я считаю, что это хороший бюджет отработал для своих земляков. Отлично. Ну хорошо. Вот новость позитивная. Дай бог, если все запустится и заработает с октября. Два вопроса еще про самолеты. Вы упомянули о разговоре с Андреем Ждановым. Вчера Михаил Поршнев, министр транспорта, на пресс-конференции говорил, что Андрею Жданову якобы делалось предложение возглавить аэропорт Победилово снова. Не знаю насчет того, что ему предлагалось, но по крайней мере с ним вели какие-то такие переговоры в плане консультаций. Может быть хотели взять какой-то его опыт, который он все-таки накопил за 3-4 года. Практика показала, что последние два года были очень неудачны для аэропорта Победилово в плане и пассажиропотока. И фактически сегодня у нас разгар лета, а аэропорт пустой. Люди никуда улететь не могут, никуда ничто не летает. За 11 тысяч не было. За 11 тысяч, да, желающих на самом деле нет. И вообще полететь-то практически невозможно никуда. И с этой точки зрения, может быть с ним велики эта консультация, но я так понимаю, что Андрей сказал, что никаких прямых предложений ему обратно вернуться и заняться своим делом, которое он хорошо за эти годы изучил и понимает в этом плане, ну, впрямую не поступал. Мы будем надеяться, что все-таки разум восторжествует, и та ошибка, которая была совершена, и сегодня то, что делается, возвращается обратно Победа, пускай даже на тех условиях, которые мы начинали еще в 2014 году, и если обратно вернется Андрей Жданов, то это все равно будет позитивный такой формат. И я надеюсь, что там полтора-два года, и мы будем более-менее подходить обратно к тем показателям, которые мы планировали еще достичь в 2016 году. Но пока никто не говорит, что он вернется, и есть только, вот я так понимаю, некое заявление о том, что были переговоры. Еще одна тема, тоже с Победилова связанная. Министр Поршнев сказал, что нерентабельно делать Победилову международным аэропортом и отправлять отсюда кировчан, ну, хотя бы чартерными рейсами, ну, хотя бы в Турцию и Египет. Потому что вблизи Кирова три крупных международных аэропорта в относительной доступности, это Пермь, Нижний Новгород и Казань, докуда мы можем там худо-бедно добраться на машине. В общем, международный терминал – это такая достаточно затратная история. Как Вы оцениваете? Ну, очень сложно оценивать человека, который постоянно говорит, что аэропорт изначально не может быть рентабельным, что это социальный проект. Когда вопрос спрашивает, а можно ли ехать на международное направление, он говорит, что он еще будет более нерентабельным. То в данном случае надо там понять. Вообще, аэропорт, мы понимаем, все-таки это как объект, который создает определенные комфортные условия для жителей города Кирова и Кировской области. Людям, которые тут живут, и они гордятся, что у них есть свой аэропорт, что они могут летать, что они могут передвигаться. Или они живут в таком закрытом пространстве, как сейчас, и фактически улететь никуда невозможно, потому что и цены не позволяют, и самолетов нет, и авиакомпаний никаких нет. В данном случае надо просто найти вот эту середину, все-таки, что мы хотим видеть. Мне кажется, что мы должны все-таки двигаться в направлении того, что как можно больше дать возможности кировчанам летать за доступные цены, для того, чтобы смотреть мир, смотреть другие города, передвигаться и, в общем-то, быть какими-то не отбросами территории, а именно быть областью и городом, который, в общем-то, живет на уровне всех наших соседей. Пока мы на уровне наших соседей, к сожалению, не живем, по многим показателям. В том числе и по наличию рейсов, самолетов, чистоты города, каких-то комфортных условиях проживания. Ну, очень много всяких минусов, хотя, на самом деле, если взять еще там 20-25 лет назад, мы были лидеры в Привозском округе по уровню и качеству города, жизни. У нас был самый большой аэропорт, самая большая авиакомпания, которая имела свои собственные авиапарки. Мы жили, конечно, совершенно в другом пространстве, и спасибо нашим родителям, которые, в общем-то, создавали город очень комфортный, качественный и современный по тем временам. Значит, сегодня, к сожалению, нет этой ситуации. Мы вернемся в эти времена когда-нибудь? Вот такой философский. Да, Аня Ханфрош хороший. Слушай, ну, мне бы очень этого, конечно, хотелось, потому что, как бы, такие потраченные силы и труды наших родителей, наших бабушек и дедушек, то, конечно, нам бы очень это хотелось, но, к сожалению, мы пока видим совершенно другую динамику, и нам почему-то очень сильно не везет последние 10-15 лет. Я не знаю, почему мы так живем, почему мы так нагрешили. Видимо, и нас, жителей города Кирова и Кировской области, есть в этом вина. Значит, мы что-то делали неправильно, что-то думали не так, как должны были думать, и, может быть, неправильно и голосовали, и, может быть, неправильно, как бы, доносили свои требования до власти. То по концовке получилось то, что мы сегодня имеем. По международным рейсам, возвращаясь, очень сложный, на самом деле, вопрос, с точки зрения того, что у нас сегодня очень низкий пассажиропоток. Мы фактически рухнули. То понятно, что в ближайшее время наладить эту историю будет, мне кажется, сложновато. Но я тебе хочу сказать, что если мы внимательно посмотрим сегодня вообще динамику развития авиакомпании «Победа», обратно к ней возвращаясь, потому что все наши надежды связаны с этой авиакомпанией, мы увидим, что, в принципе, нам сегодня предлагают любые направления, даже за границу, с учетом билета из Внукова. Да, мы можем покупать билеты прямо там в любую точку земного шара, куда летит «Победа», и очень удобная стыковка, и очень доступная цена. То в данном случае, если бы... Внуково, аэропорт удобный, с недорогими ценами, между прочим, в кафе. И в кафе. Ну, вообще, как бы очень много плюсов, то в данном случае, если бы мы начали обратно возвращаться к «Победе» и выстраивать именно возможность и снова привыкание наших людей о том, что самолетами летать гораздо быстрее, удобнее, комфортнее и дешевле, чем ехать поездом, то мы бы, наверное, может быть, через 3-4-5 лет, может быть, к этому вопросу и подошли. Ну, пока давайте мы будем обратно наверстывать то, что мы потеряли за 2 года. Хотя бы со стыковкой в Москве. Со стыковкой в Москве, да, с большим возможностью поехать в другие города, в другие страны. Ну, летать все равно лучше, чем не летать. Это правда. Да. Дмитрий Русских, депутат законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии. Еще одна история, связанная со словом «Победа», «Парк Победы». Парк Победы, пожалуйста, Дмитрий Русских, много уже вы говорили по этому поводу. Ну, вот давайте так. Следствие рассказало о том, что, да, действительно возбуждено дело по факту продажи земли в «Парке Победы». «Фигуранты» пока не называется, возбуждено якобы в отношении неназванных лиц. Ну, понятно, что кировские СМИ, естественно, все имена... Я думаю, что весь город знает уже, кто эти неназванные лица. Ну, подождите, вот у меня какой вопрос. Ну, называют, понятно, Владимира Быкова, который был главой Кирова в тот момент, когда продавался участок в «Парке Победы» за 38 тысяч рублей. Говорят, что дело по «Парку Победы» на контроле Москвы, и якобы москвичи жаждут крови. Вот вы как оцениваете... Только крови не видим, да? Да, вы как оцениваете, вообще мы каких-то известных фигурантов на скамье подсудимых можем увидеть или нет? Или спустят на тормозах? Ну, смотрите, крови никто не жаждет, все жаждут справедливости. Я, как обычный кировчанин, который живу в этом городе, и вижу, что сделал глава города за последние 10 лет с нашим городом, и как он себя вел по отношению к кировчанам, да? Конечно, я бы хотел справедливости. И мы этой справедливости фактически по «Парку Победы» добиваемся уже там 14-го года. Уже прошло 4 года. Это только с того момента, когда мы там точно уже все понимали, что... Когда в суды все пошли. Да, когда все в суды пошли, и когда уже все стали понимать, что там не просто как бы глава города там косвенно, а он впрямую там завязан, потому что там его помощник, главный там был организатор этой всей процедуры, плюс у него сын был в этой истории замешан, и он сам. Там понятно, что везде, где можно, был виден его, как бы, его усы везде торчали, да, по-русски говоря. По причине того, что, вот давайте честно говорить, если бы такую авантюру захотел провернуть с городом любой предприниматель, это была бы невозможная история. Его или посадили, или просто бы он никуда не двинулся. Когда в 2012 году большинство городской думы принимает решение, понимая, чем это грозит парку, да, то мне, я говорю, что это была согласованная, организованная группа людей, которая занималась этим делом. На протяжении, если мы посмотрим там с самого начала, с 2007 или 2008 года, и заканчивая окончательным переворотом в этом деле, когда в 2017 году этот участок был все-таки домучен и продан терраспецмонтажу за 180 миллионов рублей. 180 миллионов? Ну, как бы это вот... Там разные цифры называются, от 120. Какая разница? Мы понимаем, что точно... За реальную рыночную... Да, Ань, мы точно понимаем, что его продали не за 180 тысяч рублей. Конечно, не за 338. За 338 продают только близким людям, да, значит. То в данном случае мы точно понимаем, что это было все организовано. И без самого высшего руководства города это никогда бы просто не могло произойти. Так, подождите, вот все-таки в вашем понимании справедливость это что? Участок возвращается в городскую собственность? Или все-таки кто-то прям вот должен быть наказан? Наказан жестоко, сурово... В моем понимании справедливость это то, когда все, что содеяно и все, что сделано, имеет определенное окончание. Я точно понимаю, что так как это все было не с бухты барахт, что это было организовано, что там участвовало куча людей. Большое количество городских депутатов того созыва, которые знали, почему они голосуют за это дело, когда в переводе... Они при этом... Когда меняли статус земли? Когда меняли, это был 12-й год, последнее заседание городской думы. Один вопрос, два вопроса там было. Перевод земли и продажа, как бы покупка у компании Дороничей там участков земли в чистых трудах. Значит, то в данном случае получается, что справедливость, она заключается в том, что за это, ну в любой нормальной стране, в любом нормальном городе должно быть последовать жесткие наказания. Значит, вплоть до возбуждения уголовного дела, наказания, может быть заключения под стражу. Значит, при этом однозначно, что так как это была сделка, которая, в общем-то, нанесла громаднейший ущерб городу Кирову муниципальное образование, то понятно, что эта земля должна вернуться обратно в собственность муниципального образования города Киров. И парк должен, как бы, получить именно те земли, которые всегда за ним числились. Если мы посмотрим там данные, на 1970 году, как раз по кадастровой стоимости, ну, по кадастровой земле, там как раз... По карте. По карте, да. Он написан, что как раз вот этот участок, 4 гектара земли, который все говорят, что это не парк был, он как раз числся в размере парка Победы. То понятно, что здесь мы очень бы хотели, чтобы все-таки... Участок возвращается без вопросов. Без вопросов, значит. Точно так же наказываются все лица, которые в этом участвовали, которые занимались нанесением громаднейшего ущерба. И понятно, что сгор лиц получает. Хорошо. Мы бы хотели, а что будет по факту? По факту, что будет, никто на самом деле не знает. Значит, к сожалению. Объясню, почему. Потому что, если бы, еще раз, это был бы какой-то совершенно обычный предприниматель, там, да, во-первых, он бы никогда это не провернул, но даже если бы он провернул, конечно, по нему все гораздо быстрее бы отработалось, да. Здесь люди очень, как бы, имеют определенную весомость в органах власти, там, да, они представляют фактически власть, да. Если мы возьмем там главу города, который бывший это все организовывал, господин Быков, он сегодня является лидером регионального отделения партии «Единая Россия», председателем законодательного собрания Кировской области. Плюсом он является там у нас и, по-моему, руководителем приемной президента Путина, то в данном случае у него наград и всяких мечей защиты и щитов очень много. При всем при этом надо там точно понимать, что он является определенным, как бы, даже не солдатом, а офицером партии, там, да, он представляет власть, по-русски говоря. То, конечно, власть не готова сегодня так сходу делать то, что, в общем-то, она бы сделала с любым обычным человеком. Подождите, Дмитрий Михайлович, мы же видели за последние годы примеры, когда в СИЗО сажали не только губернатора беспартийного Никиты Белых, но и партийный губернатор. Ну, смотрите, здесь, как бы, все зависит от баланса сил там, да. Мы просто не понимаем, как это вообще все происходит. Если бы мы жили в таком более, как-то сказать, правильном, законном и справедливом и демократическом государстве, здесь мы бы там не смотрели, кто он есть. Если он... Нарушил закон. Нарушил, будь добрый. Мы видим примеры, когда президентов стран арестовывают, сажают, возбуждают. Нарушил закон, иди с миром. Да, если ты хороший человек, нет к тебе никаких вопросов, да. Если ты плохой человек, то это вопрос на усмотрение. Они могут посчитать, что он плохой, а могут посчитать, что он хороший. В общем, мы не можем пока дать ответы, как будет разворачиваться дело. Я бы сейчас сходу не дал, потому что хочу еще раз сказать, что это как бы для Кировской области и для партийных органов это непростой человек. И понятно, что у него есть определенные люди, которые там за него его поддерживают, которые очень бы не хотели, чтобы... Насколько вероятно, Дмитрий Михайлович, развитие событий, что Владимира Васильевича не тронут, как человека, который представляет партию власти, как вы сказали, как офицера партии, да. Да, который взял такой трофей, что... А тронут кого-то другого, кто тоже был задействован. Смотрите, там очень сложная на самом деле история, потому что я уже сказал, что как бы там идет уже организованная группа, да, потому что там несколько людей участвовало вообще в этом процессе. То понятно, что там, если там кто-то берет один на себя всю эту процедуру, да, это одна история. Если там идет по сговору лиц, там совершенно другая процедура. То в данном случае здесь мы должны четко понимать, что как бы, наверное, на одного-то человека очень сложно будет вывести, который мог принять такое решение, все это стряпать, если там всех остальных отвезти. Или тогда другая история. Тогда должен все на себя взять Владимир Васильевич Быков и сказать, что да, ребята, черт попутал, вот это я все сделал один, хотел вот себе там золотой парашют оформить. Тогда это вот в этом случае уже деваться некуда, вернее всего, что он признает то, что он совершил. Да, но развитие такое событие... Ну, и маловероятно, потому что, ну, как бы, мы же понимаем, что это сразу уже особо крупный размер. Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии. Перейдемся на небольшую рекламу и вернемся. Это действительно программа «Особое мнение», она продолжается, высказывает особое мнение Дмитрия Русских, депутат Законодательного собрания 4-5 созывов в нашей студии. Ну, давайте все-таки обещанные слушательские вопросы зададим, особенно учитывая то, что второй из них увязывается с предыдущей нашей темой. Слушатели Игорь спрашивает вас, придет ли тот час, когда кировчане увидят на скамье подсудимых жуликов, ну, тут я слово беру в кавычки, да, потому что это не наша формулировка, растаскивающих наш любимый город Быково, Валенчукак и Паснова. Что могут сделать сами кировчане, чтобы ускорить этот процесс? Ну, вот, я не знаю, фамилии, видимо, в качестве примера приведены, а что могут сделать кировчане? Ну, во-первых, не растаскивают, а растащили уже, если честно говорить, да, мы говорим как раз о том, что мы, то, что сегодня видим, то, что происходит в городе, это, кажется, впоследствии, там, 10 лет работы главы города и всех его друзей и знакомых, там, да, которые... Сейчас ситуация меняется? Ну, будем надеяться, мы сейчас не можем точно сказать, поменялась она или нет, потому что очень короткий период времени прошел, но я всегда надеюсь, что мы должны все-таки уже начать двигаться вперед, потому что дальше уже отступать-то некуда, уже все, уже конец. Значит, как могут повлиять кировчане? Ну, наверное, мы могли бы повлиять еще в 2012 году, когда пришли бы на городские выборы и отдали бы тогда возможность непридуманным бандитам, которые тогда называли всю оппозицию, что они рвутся к власти, а именно как раз защитить город от тех политических бандитов, которые в нее зашли и заходили и за как раз за 5 лет совершили в городе то, что они совершили. Ну, к сожалению, тогда кировчане не поверили, как бы, желанию всех оппозиционных там партий все-таки не допустить второго срока господина Быкова, а олигархи местные и бояре очень хотели, чтобы он еще 5 лет отработал и отрубил, и заработал и себе, и им то, что они хотели из города забрать. В данном случае здесь вот такая история. В общем, выборы, есть цивилизованный путь. Да, если меня спрашивают там, когда это будет, я честно скажу, что я не знаю, но очень бы этого рано или поздно хотел, потому что это дает возможность двигаться вперед. Когда люди будут видеть, что любого начальника, любого вора и жулика, который ворует у населения, его тут же хватает, его сажает и наказывает, то это был повод для того, чтобы другие это никогда уже не делали. Значит, я считаю, что мера должна быть 100% без всяких выборов. Если ты где-то попался, ты должен быть за это отвечать, независимо от твоей должности. Дмитрий Михайлович, времени мало, двигаемся дальше. Шура спрашивает нас, когда Киров будет похож на Нижний Новгород. Ну, понятно, там очень много таких просто приятных слов про Нижний Новгород сказано, где наш слушатель, видимо, побывал. Говорит, в Кирове история совершенно другая. Грязь, мусор, пыль, заросли травы, по выходным скука. Создается впечатление, что у городской власти нет не только средств, но и фантазии, чтобы сделать жизнь в городе безопасной и комфортной. Наблюдаю за работой Елены Ковалевой, типичный финансист, побольше собрать, поменьше потратить. Разве это правильно? Ведь задача власти тратить разумно и эффективно, а не служить семьей и копилкой. Полностью согласен. Единственное, что хочу сказать, что покажите мне хоть одну страну или один город, где при большой коррупции имеет возможность город или страна развиваться. При той коррупции и при том воровстве, которое у нас процветает последние 10 лет, никакого развития и пути города, именно как комфортного для терапчан и для жителей Кировской области, этого пути просто не может быть по определению, потому что всем не до нас. Давайте мы не будем скатываться в пессимизм. Вот смотрите, есть же какие-то движения, да? Нет, просто смотри, подожди, отлично все приезжает. Мы сейчас говорим о другом, что я согласен, кто написал, что за 10 лет мы все наши движения очень резко остановились по сравнению с другими территориями. Да, потому что до 95-96 года Кировской области, конкретно город Киров, был один из лучших в Приволжском округе по пути своему развития, комфорту и вообще оснащению его как городом, всем необходимым для качественной проживания. Да, зеленый, низкоэтажный, без каких-то больших пробок, с определенными там работающими предприятиями. Ну, как бы был такой определенный пакет. В 90-х, мне кажется, уже плохо. Я сказал, до 96-го года. Я имею в виду, что все равно запас советского времени был сделан очень хороший. Но мы его профукали. Мы его профукали, и я с людьми согласен, что за последние 10 лет, когда все соседние наши соседи очень активно двигались в развитии своей среды городской и развивали свои города, мы, к сожалению, тут очень сильно отстали. И понятно, что очень бы хотелось, чтобы мы смогли за эти там еще ближайшие 5-10 лет все-таки попытаться их догнать, что, конечно, очень сложно на сегодняшний день. Вам как кажется, есть подвижки какие-то к этому, чтобы хотя бы Киров внешне преобразился? Это все зависит... Приблизился хотя бы к небольшим городам Татарстана, вроде Нижнекамска. Я думаю, что по всем показателям, которые мы сегодня имеем, у нас такая возможность есть. Единственное, очень хотелось бы верить и в новое руководство города, в том числе господина Шульгина, и в кировчан, которые, в общем-то, готовы в этом участвовать и помогать при необходимости, если они увидят, что такие позывы идут от городской власти. Так, вот, про активность кировчан мы сейчас немножечко с вами успеем, наверное, поговорить. Про частную активность в Кирове я хотела вас об этом спросить. Не очень мне понятно пока отсутствие движений массовых таких, да, применительно к пенсионной реформе. То есть мы видим, что в конце июня по всей России прошли эти митинги, да, против пенсионной реформы. Ну, разные везде были организаторы. Понятно, что в Москве выходит от 10 до 30 тысяч человек по разным подсчетам. В Новосибирске выходит 3 тысячи человек, в Екатеринбурге выходит 3 тысячи человек, в Кирове выходит по разным подсчетам от 200 до 700 человек. Вот, слушай, ну, Аня, это вот как раз... Мы не верим, что это возможно изменить. Я думаю, что за эти годы очень сильно упала вообще вера населения вообще в то, что нужно поменять и изменить. То мы такую низкую активность сегодня видим по очень важному вопросу. На самом деле пенсионный вот этот проект, который я не могу назвать этой реформой, потому что это не реформа. Это просто фактически показания дефолта пенсионной системы, потому что фактически она куда-то у нас, весь пенсионный фонд куда-то растворился и делся. Где-то его олигархи забрали, где-то им воспользовался Газпром, там где-то еще... Ну, смысл заключается в том, что сегодня правительство ищет в экстренном порядке, где взять деньги на пенсионный фонд. На пенсионеров. На пенсионеров, да, потому что в данном случае мы сегодня с вами четко понимаем, что это никак не скажется на том, что пенсии у нас будут расти. Мы говорим о том, что сегодня просто хотят поднять пенсионный возраст, при этом для того, чтобы платить пенсии сегодняшним пенсионерам. Дмитрий Михайлович, времени мало, вот буквально у нас две минутки остается. То еще раз хочу сказать, протестная активность в очередной раз очень низкая, потому что нет веры. Как я всегда обсуждал и говорил людям, с которыми мы там общались по поводу капремонта, если бы мы в какой-то период выходили там по 100 тысяч, по 60, по 70 тысяч на площадь в городе Кирове против капремонта, которые сегодня еще раз показывают, что это совершенно бессмысленный сбор денег с населения, значит, то может быть результат был другой. Точно такая же история происходит и с пенсионной реформой, как ее называют правительства, что люди сегодня фактически все на 90% согласны, что так делать нельзя, потому что по определению так делать нельзя, потому что надо поднимать не пенсионный возраст, а пенсии в первую очередь, потому что они у нас самые низкие вообще практически во всей Европе и во всей Восточной Европе. Ну вот их и будут поднимать. По 1000 рублей в месяц, в год, это фактически говорит о том, что они останутся на тем же пределах, может даже ниже. Потому что мы сегодня с вами понимаем, что... На 12 тысяч в год, так скажем, да, потому что по 1000 рублей в месяц... По 1000 рублей в год. Да, значит, в данном случае мы с вами точно говорим, что история совершенно понятная, тем более в первом чтении Государственная Дума уже приняла этот закон. Вот, второе чтение в конце сентября. Второе в сентябре, после выборов... Аппозиционные партии обещают некую протестную активность, очередную волну митингов. Вам как кажется, после того, как пройдут выборы и перед вторым чтением законопроекта выйдет больше людей на улице или нет? Я думаю, что нет. Они будут примерно в таком же балансе, как вот сейчас. Ну, может быть, чуть побольше, потому что будет не лето, и кто-то будет не в отпусках и не в огородах. Но, тем не менее, я думаю, что, судя по нашему настроению среди населения, я не думаю, что это будут многочисленные миллионные митинги, которые реально заставят власть посмотреть на эту проблему совершенно с другой стороны. При всем при этом, я тебе хочу сказать, Аня, в нашем государстве деньги есть. У нас богатейшее государство с богатейшим бюджетом, только с малоэффективными тратами на социальную жизнь нашего населения. Мы сегодня... Я буквально сейчас взял данные. У нас сегодня за первое полугодие уже доходы федерального бюджета и расходы, уже профицит составляет 2,8 триллионов рублей. 2,8 это за первое полугодие. Мы их складываем куда-то на черный день. Мы их куда-то складываем, при всем при этом мы сегодня ищем и хотим собрать с населения еще 3 триллиона для того, чтобы поднять пенсии в следующем году. У нас только по продаже нефти и газа сегодня профицит 2,8 триллионов. В общем, все печально получается. Это жизнь, и, к сожалению, она такая, как есть, потому что, к сожалению, мы очень мало в ней участвуем и думаем, что за нас вся власть все решит, и мы будем жить благодаря им качественно и хорошо. На самом деле, без нашего участия ничего не происходит. В общем, пора меняться. Киров меняется, и кировчанам тоже пора меняться. Да, да, да. Я думаю, что россиянам даже пора меняться в плане того, что мы должны все-таки быть более активны и более разумны, и все-таки думать уже не только о себе, а о своих детях и внуках уже наперед. Потому что это все касается их в первую очередь. Им жить. Дмитрий Русский. Да, спасибо. Доконодательного собрания 4-5 созыва был в нашей студии в программе особое мнение. На этом мы с вами прощаемся. Всем до свидания. До свидания, хорошего дня.